Итак, ребята, я вас приветствую. Здравствуйте. У нас с вами вторая часть учебника «История России». Период мы изучаем с середины XIII до XIV века. И в начале загадка, историческая загадка. Попробуйте угадать, о ком идет речь. И для этой загадки я использую монографию Евгения Николаевича Моносенкова «Первая научная история Манны 1812 года». Итак, Ордынский период в истории России. Ордынцы не могли бы долго властвовать, если бы им в этом не помогали некоторые алчные, эгоистичные русские князья, которые были не против жить фактически в улусе Золотой Орды. И этот князь, о котором я сейчас рассказываю, один из ярких тому примеров. В 1247 году он специально ездил на низкий поклон к Батыю и заверил, что он будет ему выгоден. Согласно завещанию отца этого князя, князь, о котором мы сейчас говорим, не должен был править. Его называют, действительно, такой эпитет «князь Иуда». Иуда – синоним слова, как вы думаете, какого? Иуда Иисус. Предатель. Это был ученик Христа, который его предал, своего учителя. Этот князь Иуда, то есть его называют здесь князь-предатель, стал сборщиком дань и наместником, давящим в крови все попытки освободиться от иноземного господства. И характерно, что именно его изображение сегодня украшает вход в Государственный музей войны 1812 года. Это, безусловно, исторический позор над ругательством над знаниями, которые предоставляет нам наука. Он известен нападениями на шведские торговые транспорты. Эти вылазки спустя несколько десятилетий будут раздуты в его церковных житиях до гереческих масштабов. Все подобные негативные действия этого князя все больше одолели Русь от цивилизации Европы. Вот такой интересный момент. Значит, и как вы думаете, о каком князе, известном русском князе, идет речь? Владимир. Нет. Так и знаю. Подсказка есть у вас, она перед глазами. Нет, нет, я имею в виду на столах, на ваших. Нет, не грозный, князь, не царь, а князь. Нет. Это он? Да, это он. А как тебе зовут? Да, это он. На ваших учебниках. Нет, бабки надо в русском князь. Нет, что ли, нет. Очень известный русский князь. Как тебя зовут? А это учебник прописи? Да, учебник это есть. Такой парад. Ну, тоже не скажу. Александр Менопадович? А позвище? Невский. Невский совершенно верно.